Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня осень на дворе и самая пора поговорить о хвойных. Что с ними сделать на зиму, чтобы они нас радовали как зимой, так и весной и в следующем сезоне. Казалось бы, такая тема, что зачем что-то с ними делать, потому что если оглянуться в любой зоне на лес, с ним все в порядке, ничего с хвойными не происходит, кроме там обламывания, может быть. Но дело в том, что мы в свои сады привлекаем растения не только нашей природной зоны, но и из других уголков земного шара. И поэтому иногда им требуется определенная подготовка. Поэтому прежде чем приступать к основной подготовке наших хвойников, по-простому говоря, к зиме, отмечу, что выбирая материал, если у вас еще нет хвойных растений на участке, либо вы хотите пополнить ассортимент, надо обращать внимание на то, откуда он родом привезен. Рекомендую приобретать посадочный материал местных питомников и желательно 3-5-летнего возраста. Если он здоров и хорошо выглядит, значит и в дальнейшем все с ним будет хорошо. Если все-таки вы хотите приобрести что-то иное, то там надо смотреть и сопоставлять. Потому что иногда важно не совсем место, в которое вы посадили, а именно происхождение материала, его описание и характеристики. Порой неудача заключается в том, что описание характеристики не соответствует месту. То есть все очень взаимосвязано. Затем мы должны помнить о том, что есть устойчивые хвойные растения, которым практически и не требуется уход, чего я и придерживаюсь. И хоть они могут быть и распространенные, кому-то набили оскомину, но туя смарагда всегда хороша. Затем туя очень похожа на туя смарагда, туя данника. Вначале они практически ничем не отличаются, но потом у нее более рыхлая крона. И зато из нее можно делать различные формы. Затем хороши еще такие устойчивые хвойные растения, тем, что их не надо формировать. А если придется формировать, то они отлично подвергаются стрижке, хорошо ее переносят. Затем порекомендую можжевельник чешуйчатый, потому что у него хвоинки сизо-голубого цвета, что большая редкость среди хвойных растений, в отличие от многолетних травянистых. Замечательная туя шаровидная данника. И можжевельник горизонтальный с многочисленными сортами, с различной окраской хвоинок и формой. Зачем на какие-то уходы проводить? Что нам грозит зимой? Зимой нам грозит то, что, вы представляете, может быть наледенение, может быть большой снегопад, а потом снова же наледенение, оттепели. Могут быть сильные морозные ветра, палящее и сушающее солнце. Потому что главная проблема хвойных растений зимой – это отсутствие влаги. Почему я призываю покупать устойчивые? Потому что с ними не будет проблем. Так как главная проблема заключается в том, что во время оттепелей, либо ранней весной происходит так называемый недостаток физиологической влаги. Корневая система еще замерзшая, растение не работает. Все процессы не то чтобы замерли, но сократились практически в 300 раз. А хвоя под палящим солнцем, либо морозным ветром, она испаряет сильно влагу. В процессе эволюции растение каждое по-своему приспособилось к защите от сухости зимой. Лиственные деревья листву сбрасывают, тем самым уменьшая площадь испарения. А у хвойных листочки, у кого превратились в иголочки, у кого такие чешуйчатые листочки, иголочки различной формы, различной окраски. Поэтому, в принципе, все заложено природой. Но хочу отметить, как мы будем справляться и разбить это на три основных момента в моем понимании. Потому что все остальное – это уже от лукавого, как говорится. Значит, первый момент. Когда растение молодое, первого-второго года посадки, либо поздно посаженное, тогда, конечно, все непременно мы будем убирать с почвы различные сорняки, какие-то нежелательные растительные остатки. Затем нам необходимо будет замульчировать. В зависимости от возраста растения, мульчий слой будет составлять от 4 до 10 сантиметров. Растения придется закрыть либо колпаком из любого укровного материала. Но я считаю, что укровной материал и сооружения вокруг хойников не должны стоить дороже, чем само растение. И таким образом мы будем защищать наши молодые растения всеми доступными способами. Корневую систему, крону, чтобы не присыпало, не повалило, не разломило, не поломало. Следующая группа растений, за которыми придется все непременно ухаживать, – это те хвойники среднего возраста, которые имеют определенную форму. Это может быть конусовидная форма, шаровидная форма, как у меня, но я ее все равно подстригаю. Например, пирамидальная, либо веретиновидная, либо штамбы, которые сформированы на подвое, за ними, конечно, придется ухаживать. Каким образом? Ставить им опору, либо подвязывать шпагатом, обвязывать шпагатом. При желании можно там и как-то укутывать, если есть в том необходимость, в зависимости от породы хвойной. И есть группа растений, за которыми всегда придется ухаживать, их укутывать. Это метасиквоя, это сорта туевика, это некоторые виды пихты. И, конечно же, наша любимая коника, потому что ельканадская сорт коника, если посадить ее в теневом месте, она будет изрежена и не сформирует такую красивую плотную зеленую изумрудную пирамидку, а на солнце она всенепременно выгорает, поэтому конику мы будем укутывать укровными материалами. Среди всего многообразия я из своего личного опыта отмечу обычную мешковину, потому что через неплотный спонбонд лучи яркие, солнечные, все равно будут пробиваться, и может происходить сильное наледенение, выпривание вследствие всего этого, потому что плотные хвоинки, и затем все равно солнечная сторона будет рыжая и некрасивая, и если не проводить свои временные уходы, то там и поселятся различные патогены вредные. Еще какие можно сделать акценты по уходу. Перед тем, как вы будете заниматься подготовкой к зиме, потому что нам надо провести свои растения через зиму, необходимо провести, вопреки бытующему мнению, что в сентябре уже не следует проводить подкормки хвойных, но я считаю, что корневая система у них еще работает. Мы же высаживаем луковичные, чеснок, лук, они успевают укорениться. Корневая система хвойных, особенно те, которые по старше возраста, не однолетки, она хорошо сформирована и хорошо поглощает питательные вещества из почвы. Поэтому смотрим, конечно, специальные удобрения для хвойных растений с отсутствием или очень низким содержанием азота и с повышенным содержанием фосфорокалия, но все равно это небольшие значения. Фосфорокалии будут иметь такие значения, как 8-8, 10-10, например. Есть готовые уже такие препаративные формы. Затем мы должны произвести влагозарядковый полив. До наступления заморозков. Можно гадать, когда же эти будут заморозки. Синоптики, вы знаете, как погоду предсказывают. Поэтому пусть сигналом для влагозарядкового полива. Это очень важно при вхождении в зиму для хвойных растений, чтобы при сильных морозах не было промерзания корневой системы. Значит, мы смотрим, лиственные породы начали активно сбрасывать листву. Вот в эту пору начинаем влагозарядковый полив. Для растений до метра это 1-2 ведра. Для растений, те, которые выше метра, от 4 до 8 ведер, в зависимости от размера нашего растения. Конечно, мы должны посмотреть в эту пору. Это уже не подкормка будет, потому что некоторые говорят, что покормим железом, покормим медью. Нет, это исключительно обработка. Мы должны раздвинуть перед тем, как мы будем обвязывать или укутывать, раздвинуть и посмотреть. Вот видите, здесь такие старые нападающие хвоинки. Все это мы вычищаем, вытряхаем, для того, чтобы там не происходило выпривание. Обвязки все производим не туго. После того, как мы почистили, если в этом есть необходимость, мы видим, что это не просто сухие хвоинки, а там присутствуют какие-то пятнистости, точечки. Не дай бог, там еще какие-то канидии образовались. То тогда мы проводим и обработку препаратами. Либо есть хороший препарат Абигапик. Там очень удобная, доступная форма меди. Ну, железный купорос. Им скорее можно обмазать стволы для того, чтобы кому-то, может быть, не нравится, когда они зарастают лишайниками и мхами. Поэтому на патогены какие-то вряд ли он повлияет и на вредителей. Ну, а вот на мхелишайнике так однозначно повлияет железный купорос. Есть желание, не нравятся вам замшилые стволики. Мне так очень нравится. Это что-то такое загадочное получается. Дерембийский лес. И проводим обрезку. Ну, помните, что эта обрезка уже санитарная. Мы вырезаем только что-то, когда мы видим, что оно, да, высохшее, больное. Это не та формирующая обрезка, потому что все формирующие обрезки мы заканчиваем, когда еще температуры не опустились ниже 5, плюс 5 градусов. Ну, а теперь давайте с вами предметно посмотрим, как что сделать с хвойными растениями. Ну, вот у меня можжевельничек Тедди. Он не помирает. Он просто рос в плотном питомничке. И у него такая особенность, что к зиме хвоинки становятся рыженькими. Вот даже дожди уже начали его валять. Он потом растет плотным кустиком с такой нежной, приятной листвой. Хочу, чтобы он у меня тут такой и был. Ему, конечно, необходимо сделать шалашик. И прежде чем делать шалашик, надо замульчировать вокруг почву, потому что может произойти вымерзание корневой системы после многочисленных осенних дождей или внезапного заморозка. Чем мульчировать почву вокруг хвойных растений? Можно торфом. Ну, вообще хвойные растения, они приспосабливаются к любой почве. Некоторые тяготеют к слабощелочной, некоторые к слабокислой. А некоторые вполне себя хорошо чувствуют и на кислых почвах. Поэтому можно все это присыпать вокруг торфом. Это я вам просто показала, как выглядит торф. А можно, я вот хочу, чтобы у меня здесь было декоративно, можно корой. Мульчирование может быть из всяких материалов, которые есть у вас под рукой. Это может быть и опилки, но опилки мне не нравятся, потому что они, во-первых, выбиваются из общего колера окружающей среды. И опилки могут все-таки, в конце концов, промерзать, намерзать. Затем можно компостом мульчировать, ну и все остальное. Но кора – это самая лучшая мульча для хвойных растений. Во-первых, получается очень пористый слой. Не препятствует проникновению кислорода в почву во время оттепелей. И в то же время, когда происходит оттаивание и жаркие солнечные лучи, они прожигают, отапливают землю, то происходит хорошая транспирация и из почвы. Поэтому я так вот плотненько засыпаю. Этой коры мне хватит здесь на много лет. У меня под другими хвойными растениями она лежит уже 8 лет. Конечно же, немножко она втянулась, присыпалась опадом. Какие-то проросли сквозь нее растения. Но функцию свою защиты корневой системы и декораций она выполняет. Дальше подвяжу подручному материалу. То, что осталось, это обрезки яблони. Рядышком я втыкаю этот стволик и вот так вот его зафиксирую. Чтобы в процессе вдруг большие будут снегопады, чтобы не было никаких заломов, чтобы он не наклонился, не прижался к земле и, не дай бог, его не порезало льдинками. Затем я сделаю ему такое укрытие. Тоже яблоневые палочки. Они могут быть любые, но что у вас позволяет кошелек. И теперь зафиксирую спонбонд. Можно обвязать проволокой, а можно, чтобы не возиться, воспользоваться степлером. Ну вот так. Мне кажется, что мои нехитрые советы вам помогут. Радуйтесь. Сильно не усердствуйте, потому что, когда говорят о том, что надо приобретать и использовать хвойные растения в своем саду, ссылаются на то, что зимой они особенно красивы. Но если мы сделаем, весь превратим огород в противотанковое заграждение, партизанские шалаши, то какая тут будет эстетика. Поэтому все-таки находите баланс между правильным, красивым, дорогим, недорогим. Удачи вам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова